Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Завершилась очередная осенне-зимняя призывная кампания. И о том, где служат самарцы и как нужно готовиться к армии, мы и будем говорить сегодня. В нашей студии заместитель начальника отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Самарской области Владимир Бобров. Если вас что-то волнует в вопросах призыва, а следующие уже не за горами, звоните по телефону 202-11-22. Здравствуйте, Владимир Иванович. Добрый вечер. Кстати, когда начнется весенний призыв следующий? Ну, как обычно, согласно закону, 1 апреля начинают работать призывные комиссии районов и городов. Соответственно, все молодые люди, которые не имеют права на срочку или освобождение от призыва, должны явиться на призывные комиссии. А вообще, как происходит подготовка к началу весеннего, ну, очередного призыва? Вот ваши какие функции? И на что нужно обращать внимание призывникам в это время? Может быть, тоже уже готовиться начинать? Уже надо готовиться, да. Функции военкомата, конечно, большие. Во-первых, создать призывные комиссии путем того, чтобы принять постановление губернатора, это оформить все документы, вот, и после этого уже, как бы, эти документы руководящие, которые руководят для того, чтобы провести призыв, отправить в районные отделы, вот, и начинается призывная кампания. А списки призывников у вас есть уже заранее? Они готовы, да? Да. В каждом отделе есть картотека призывников наших, вот, и все ребята, которые не имеют права на отсрочку или освобождение, я уже говорил, значит, выставляются в отдельную картотеку, в отдельный раздел картотеки, и, соответственно, все эти ребята будут вызываться на призывные комиссии. Вот много вопросов, на что имеют право призывники, на что не имеют, вот, когда они получают повестки, как им правильно себя вести, когда нарушения возникают, там, не приходишь какое-то время, и какие, может быть, штрафные санкции, или что им за это грозит? Вот как все это? Потому что вот иногда вот слушаешь некоторых мам, вот общаешься, они говорят, ой, да к нам приходят повестки, там, говорим сыну или кому-то домашним, позвонят вдруг там в дверь, скажите, там никого нет, он уехал, куда не знаем, и все такое. И так кажется, такое ощущение создается, что это все так, ну, пришло-пришло. Ну, вообще-то... Нет дома и нет дома. Да, конечно. Значит, вообще-то повестка вручается лично призывнику под личную роспись. Соответственно, корешок повестки идет в военный комиссариат и вклеивается его личное дело. В повестке четко определяется дата и время прибытия. Если призывник не прибывает, конечно, административное взыскание. Ну, а потом, в дальнейшем, если снова не прибывает, возбуждается уголовное дело. Ну, это в какие сроки? Прямо на следующий раз? Нет, не на следующий раз. Ну, уголовные дела, как правило, возбуждаются, если призывник не прибыл на отправку на сборный пункт. То есть, есть решение призывной комиссии о призыве, вот, и проведена контрольная явка уже призывника, ему вручена повестка на отправку. Если он не прибывает, вот тогда наступает тот момент неприятный. А студенты у нас сегодня служат? Или какие у них отсрочки? Потому что тоже, вот, кажется, меняется ситуация. Студенты служат после окончания учебных заведений. Если ребята на базе девяти классов, будем так говорить, поступают в учебные заведения средне-специальные, то им предоставляется отсрочка. Но до двадцати лет, если он не успевает закончить по каким-то причинам, он призывается на общих основаниях. Те ребята, которые заканчивают одиннадцать классов, да, то есть получают среднее образование, и поступают, опять же, в средне-специальные учебные заведения, правом отсрочке они не пользуются. А те ребята, которые на базе одиннадцати классов поступают уже в высшие учебные заведения, они пользуются правом отсрочке на весь период обучения. Потому что, по-моему, были какие-то разговоры, что как-то можно после какого-то курса куда-то обсуждение было. Да, есть, да, такое. Значит, ну я хотел бы сказать, что в любом случае призывникам, призывники, даже если он поступил в высшие учебные заведения или в средне-специальные учебные заведения, он обязательно первый раз обязан явиться на заседание призывной комиссии, чтобы юридически вынесено решение по нему предоставить отсрочку. А затем он просто к первому октября представляет справку о том, что он действительно обучается в этом учебном заведении. Но вернемся к итогам уже, к осенне-зимнему сезону. Скажите, пожалуйста, вот в этом году можете вот какую-то свою личную оценку дать по итогам призыва по сравнению, допустим, с прошлыми годами, с прошлым годом? Ну, будем говорить так. Норма призыва граждан на военную службу, которая установлена нам штабом Центрального военного округа, выполнена. Значит, призвано и отправлено 2492 человека. Срыва отправок со сборного пункта не было. Мы отправили со сборного пункта Самарской области два воинских эшелона в Восточный военный округ и 97 команд, которые пошли пассажирскими поездами или самолетами в Калининградскую область. Значит, и командующий Центральным военным округом генерал-полковник Зарудницкий выразил, значит, благодарность губернатору Самарской области Меркушкину Николаю Ивановичу, который является председателем призывной комиссии области, за успешное проведение призыва. А вообще еще какие критерии бывают хороших итогов призыва? Ну, во-первых, первое – это выполнить призыв. Второе – качество выполнения призыва. Конечно, конечно. Вот это основные критерии, показатели. И, соответственно, своевременность отправки команд. Потому что вы понимаете, что каждая команда должна уйти своевременно. Есть план. Соответственно, план должен выполнять. Вот почему-то тоже очень многих волнует вопрос такого медицинского состояния призывников, здоровья. Тоже по этим критериям как-то отслеживается. Вот здоровье призывников улучшается, ухудшается. Может быть, появляются какие-то новые требования к тому, может он служить или нет. По медицинским именно показаниям. Я вас понимаю отлично. Если брать, значит, итоги призыва осеннего, значит, состояние здоровья призывников несколько улучшилось. Вот сейчас годность к военной службе составляет 72%. Ну, а, как правило, наиболее такие профилирующие заболевания у нас, да, ну, это заболевания костно-мышечной системы, да, вот, плоскостопие, сколиозы, да. Психические заболевания стоят на втором месте. Третье. На третьем месте, если мне не изменяет память, я не врач, значит, желудочно-кишечный тракт заболевания и кровообращение. Вот они, четыре вот эти вот как бы заболевания. Ну, призывник в любом случае, чтобы у него не было написано в амбулаторной карте, его детской, он в любом случае обязан явиться на заседание призывной комиссии, пройти всех врачей, и если у него находится какое-то заболевание, его обязательно пошлют на обследование. Он пройдет обследование, и потом уже решение принимает призывная комиссия. Или он будет служить, или ему предоставят отсрочку временную в тече до 12 месяцев, чтобы как бы пройти курсы, излечить, или он будет освобожден от службы. Понятно. Ну, давайте вспомним, как все это было. Я предлагаю телезрителям посмотреть сюжет, потом мы продолжим разговор, и если у вас есть вопросы, еще раз напоминаю, можете звонить и сдавать их по телефону 202-11-22. Главная задача осенней призывной кампании – максимальная явка призывников на пункты сбора. Во время весеннего призыва без уважительной причины не явились более тысячи юношей. Сейчас их разыскивают сотрудники военкомата и полицейские. Но по оценке специалистов, уклонистов в Самарской области с каждым годом становится все меньше. Наряду с этими, как говорится, организационными мерами, очень большое значение имеет вопрос военно-патриотического воспитания нашего молодежи, который у нас с каждым годом улучшается. И это дает свои ощутимые результаты, что количество неявщиков значительно уменьшается. Еще одна немаловажная задача – организация прохождения медицинской комиссии. Если в городах области штат врачей укомплектован, то в сельских поселениях специалистов не хватает. Правда, выход из ситуации уже нашли. Мы спланировали на весенний призыв 15-го года делать единые комиссии, которые будут переезжать из района в район, из пункта в пункт и проводить медицинское обследование, медицинское освидетельство. Здоровье призывников оставляет желать лучшего среди наиболее частых заболеваний – плоскостопие, астма, а также алкоголизм и наркомания. Специалисты говорят, подготовка подростков к военной службе должна начинаться с прививания здорового образа жизни. Это пропаганда здорового образа жизни, это работа по физическому воспитанию молодежи, начиная с детского сазика, вообще с семейного воспитания и, конечно же, подготовка в том числе и к службе вооруженных сил. Осенняя призывная кампания начнется с 1 октября и продлится до 31 декабря. Срок службы в российской армии по-прежнему один год. Призывной возраст от 18 до 27 лет. До контрольной явки призывникам объявят, в каких войсках и каком регионе они будут проходить службу. Скажите, пожалуйста, куда отправляются призывники из Самары? Вот вы уже сказали перед этим, что куда-то в Сибирь, Шилон, да? Восточный военный округ. А, восточный? Военный округ. В основном? Ну нет, почему в основном? Значит, часто... География какая интересная. Вот именно самарцы куда вот едут? География по всей России. И западный военный округ, и восточный военный округ, и южный, и центральный военный округ. Самый большой округ на территории России. Вот во все округа. Во все округа. А специализация какая, войск? Опять же, вот интересно. Опять же, и ракетные войска, и воздушно-десантные войска, и сухопутные войска. Вот. Понятно. А как призывник принимает решение? Вообще, может он повлиять как-то? Во-первых, на, как мы говорим с вами, уже на район, регион, где он будет служить. И во-вторых, вот специализацию. Потому что понятно, что вы как специалист можете учитывать какие-то его физические, еще какие-то речные качества. Но может у человека есть желание стать тем-то, тем-то? Желание мы всегда одобряем, но решение принимает призывная комиссия. Первое, физическое состояние, образование. Понимаете? Готовность его. По какой специальности он может быть готовился в ДОСАФ у нас, в региональном отделении ДОСАФ Самарской области? Какую он специальность имеет? Понимаете? Все эти факторы учитываются. И, соответственно, на основании этих факторов призывная комиссия принимает решение не отправлять вот тот или иной род войск. Но это в приказном уже порядке. Если вот бывает вот парень, вот, ну не хочу я там артиллеристом, ну так вот, или еще кем-то, вот. Да, без вопроса. Если он вводит для службы в воздушно-десантных войсках, и он хочет туда, желает. Мы идем на встречу. Ну это, наверное, самые популярные войска среди призывных войск. Штаб-округ нам определяет задание. Владимир Иванович, первые вопросы от телезрителей к нам уже поступают. Нина Николаевна подключилась к разговору и спрашивает еще раз после меня, когда весной начнется новый призыв. С 1 апреля 2015 года начинают работать призывные комиссии районов и городов. Да, Нина Николаевна, есть еще у вас какие-то волнения, вопросы? Звоните еще раз, еще вопросы задавайте. Андрей, отслужившие военнослужащие до какого возраста могут призываться на переподготовку и на сборы? Значит, на переподготовку и на сборы, как правило, призываются первый, второй, вернее, разряды и третий разряд. Это до 45 лет, как правило. А после 45 лет можно спать спокойно? После 45 лет, ну, как правило, уже как бы это не особенно нуждается в этих людях на переподготовку, потому что... Мы говорили о популярных родах войск, это вот ВДВ, но, наверное, еще президентский полк, тоже вот к нему такое неоднозначное отношение. Наверное, многие стремятся туда попасть, это престиж и какие-то возможности, наверное, после службы. Но от Самарской области сколько набирается призывников в президентский полк? И всегда, ежегодно эта традиция или как-то... Ежегодно эта традиция, ну, мы говорим, что президентский полк это как бы элита, да? То есть проходить службу в Москве, в столице нашей Родины, в Кремле, будем говорить так. Соответственно, и повышенные требования к этим ребятам. Во-первых, понятно, как мы всегда говорим, физическое состояние, образование не ниже среднего, определенный рост и проверка контрольными органами. Вот если он по всем параметрам подходит, если как бы призывная комиссия видит, что он достоин проходить службу в президентском полку, это раз. И второе, приезжает обязательно представитель с президентского полка, который еще отбирает из того количества ребят, которые мы как бы предлагаем, значит, еще делает отбор определенный. Да, то есть есть определенный конкурс все-таки, да? Конечно, конечно. Потому что вот если такие критерии, иногда кажется, а вдруг не наберется столько таких хороших парней, которые достойны? Мы стараемся, конечно, выполнить норму призыва, как общую норму призыва, так и призыв в президентский полк. Следующий вопрос от Леонида. Ведется ли военно-патриотическое воспитание призывников? Вот вообще эта тема патриотизма в последнее время почему-то стала очень актуальной. И как можно целенаправленно проводить военно-патриотическое воспитание? Вообще военно-патриотическое воспитание – это как бы раздел патриотического воспитания, правильно? Мы говорим об этом. Значит, на территории Самарской области где-то порядка 200 военно-патриотических клубов и объединений. И военной патриотикой занимаются не только военные комиссариаты или отделы военного комиссариата, вообще военной патриотикой занимается государство. Это вообще воспитание патриота – это государственная программа. Чем больше у нас людей с патриотическим воспитанием, любовь к родине, любовь к малой родине, готовые защищать свое отечество, свою родину не только на военной службе, но и на гражданской тоже. Вот идем к тому, чтобы именно растить таких людей. И, конечно, военно-патриотическое воспитание проводится. Я могу сказать, что такие разовые мероприятия проводятся. Областной день призывника два раза в год проводится. Областные дни призывника в районах проводятся постоянно. Но это уже заключительная стадия военно-патриотического воспитания, будем так говорить. Также военно-патриотическое воспитание в школах проводится обязательно. А вот вы как специалист, самым эффективным какое считаете направление все-таки? Потому что вы сказали последние, что вы назвали? Дни призывника. Нет, предпоследние значит что-то. Мне кажется, если собирать людей, что-то рассказывать, парни, это как-то... Нет, ну, наверное, все-таки ребята воспитывают... Есть ли вот уже в каком-то... Воспитываются на примере, воспитываются на примере. Поэтому, допустим, я говорю о воспитании, и не только я говорю. Все говорят, что воспитание, в принципе, патриота, гражданина своей Родины, начинается с детского сада, будем так говорить. Со школы. Гимн, флаг, значит, те, значит, события, которые, значит, происходили, будем говорить так, и период Великой Отечественной войны, да, и даже тот же Афганистан и так далее, и так далее. Вот, в принципе, на этих всех фактах, на этих событиях воспитывается молодое попаление. Ну, вот вы не упомянули семью. Мне кажется, вот от отцов очень можно, может быть, много зависит. Тем более, если отец служил в армии, то сыну как-то уже будет. Есть и пример личный. Как правило. Там расспросить можно, какие-то детали еще. Конечно, все закладывается в семье. Это в первую очередь семья. Как, о чем говорит отец, который проходил службу в армии? Что советует мать? Поэтому все закладывается в семье. Ну, вот мама-то как раз в большей степени больше и переживает. Вот скажите, пожалуйста, вот было время у нас дедовщины, время страшных сюжетов, там, документальных фильмов, когда показывали, что тут кого-то там избили, или тут отправили чуть ли там не убитым, еще кого-то заморозили, кто-то заболел. Ну, в общем, какая-то жуть дедовщина показывалась. Сегодня ситуация, конечно же, меняется. Как, главное, что у вас есть полномочия как-то отслеживать? Вот вы отправляете призывников, какая-то ответственность существует у вас за то, что как ему там будет служиться? Ответственность уже переходит на командирование начальников. Да, но все-таки, все равно вот какая-то чувствуется ответственность. Значит, вот буквально где-то месяца два, значит, на призывников, которые мы направляли, в Центральный военный округ, не помню точно, воинская часть, нам пришло несколько писем, где отписываются, что да, он успешно освоил программу молодого бойца, успешно освоил ту специальность, на которой... Ну, все-таки какая-то информация. Да, вот информация такая идет. Она, конечно, не такая обширная, да, как бы нам хотелось. Вот, ну, все-таки есть. Да, понятно. Следующий вопрос от Любовь Ивановна задает. Мой племянник закончил аспирантуру, а с защитой диссертации время пока не определилось. Каким образом в этом случае будет решаться вопрос с таким призывником? Ему будет предоставлена отсрочка на время защиты диссертации. Несмотря на то, вот какой срок, да, такая отсрочка. Ну, там срок в течение года, кажется, так определяется все. Ну, аспирант, он уже как бы... Понятно. Проговорили про военно-патриотическое воспитание. Наверное, если бы все-таки как-то вот эффективнее оно действовало, то меньше было бы и у колонистов, и тех, кто вот убегает все-таки, да? Ну, я еще раз говорю, что в принципе патриотическое воспитание или военно-патриотическое – это государственная программа. И вообще, если мы говорим об этом, то, еще раз повторюсь, правильно вы сказали, семья, школа, значит, ветеранские организации, военно-патриотические клубы – все мы должны работать, чтобы воспитать человека, гражданина своей Родины, достойного. Система-то выстроена. А вот мне интересно, число у колонистов, вы же анализируете вот по итогам призыва, оно растет или нет? Нет. Будем говорить так, уменьшается. Мы считаем у колонистов – это те ребята, которые без уважительных причин, получив повестку, не прибыли на заседании призывных комиссий. Это будем считать у колонистов. Бывает так, что ребята по каким-то причинам не были оповещены. Вот, понимаете, бывает. Или по техническим причинам, понимаете, что подовес, замки, там, домофоны и прочее. Но сейчас, значит, военный комиссариат сделал акцент на изучение ребят, их морально-деловых качеств, образования. Будем говорить так, изучение своего призывного ресурса, если уж так говорить. Значит, чтобы с целью качественно провести призыв. То есть, беседа с призывниками, беседа с их родителями, беседа с участковыми, запросы всевозможные. Значит, мы акцент сделали сейчас вот на это. Чтобы действительно вот та категория ребят, которые пытаются уклониться, или у них мысли, может, у кого-то такие есть, чтобы было чем меньше и меньше. Вот еще один бич нашего времени – это наркомания, которая вот, ну, как сказать, никогда, наверное, себя не исчерпает. И еще одно – это спайсы. Вот если молодой человек употребляет вот эти вот спайсы, как к нему относятся? То есть, он же, вот как он будет в армии, допустим? То есть, если он уже вот как бы… Спайсы сейчас, я слышал, уже запрещены, да? Ну, это буквально вот вчера информация, да? Запрещены. Ну, я просто скажу, из работы нашей медицинской комиссии, областного сборного пункта, значит, было выявлено 24 человека, которые употребляли наркотические вещества. 24 человека. И вот что с ними делать? Ну, возвращаем их. Нет, они негодные к службе. Ну, конечно, да. Да, да. Если раньше в свое время, до, не помню, до 2003 года эпизодическое употребление наркотиков, значит, все равно мы этих ребят призывали, сейчас не призываем. Ну, вообще, вот еще раз хотелось бы услышать, вот мы говорим уклониста, уклонение от службы. Как это может отразиться в дальнейшем на жизни и карьере вот такого человека, который вот убегает, убегает и не знает, чем это кончится? Произошли, конечно, изменения в законодательной базе, значит, принят дополнение к нашему 53-му федеральному закону о воинской обязанности военной службы, 170-й федеральный закон, который определяет, что если парень не прошел военную службу, не имея на то оснований, достаточных оснований, значит, соответственно, путь в госструктуры, путь в правоохранительный орган, если он туда желает, значит, закрыт однозначно. Да, вот об этом стоит думать, потому что вся жизнь впереди, и тем более вот при нынешней ситуации, когда очень сложно устроиться на работу, что скрывать тем более молодым людям, то нужно, конечно, думать об этом заранее. Тем более, если ты имеешь высшее образование. И потом ставить крест на своей карьере. Ну, есть, конечно, и хорошие примеры, и очень хорошие. Спортсмены, например, которые уже здесь себя проявляют хорошо, вот они где-то служат в определенных каких-то войсках, или они востребованы во всех, или существуют какие-то роты, может быть, специальные? Создаются спортивные роты. Вот сейчас, будем говорить, это возрождение спортивных рот. В принципе, вот только, значит, при бывшем министре обороны, значит, спортивные роты, как бы все это было сокращено. Вот в первый раз мы спортивные роты начали комплектовать весной 2014 года. О, совсем недавно. Да, вот осень, это вторая спортивная рота. 60 человек было отправлено со сборного пункта Самарской области. Ну, эти ребята, понятно, что служба есть служба у них, но в то же время соревнования, подготовка к соревнованиям, соответственно, они несколько, так сказать, в ином положении. Своя специфика. Да, своя специфика. Ну, вот мне подсказывают, что у нас есть сюжет как раз по спортивным ротам. Предлагаю его посмотреть, затем мы еще продолжим разговоры. Если у вас еще есть вопросы, то звоните, задавайте. Еще вчера они завоевывали медали для России на международных соревнованиях. Сегодня примеряют военную форму. За 10 дней новобранцы должны пройти курс молодого бойца. Научиться ходить строем, стрелять из автомата и подшивать под воротнички. А потом принять присягу на верность родине в Сочи. И уже в составе Центрального спортивного клуба армии продолжить биться за медали не только на гражданских чемпионатах, но и на военных турнирах. На войну спортсмены не попадут. Данные военнослужащие, как правило, используются для комплектования учебных частей, которые занимаются уже непосредственно подготовкой личного состава. И, естественно, их основная задача будет подготовка личного состава по физической подготовке. Потому что, как вы сами понимаете, физическая подготовка в боевых действиях – это один из важных элементов. Чемпион мира Александр Иванов рад, что не придется менять специализацию в легкой атлетике. Со спортивной ходьбы на бег, чтобы скрываться от призывной комиссии. Вместо этого он целый год будет служить родине, пусть и не на военных полигонах. Ведь победы России нужны и на спортивных аренах. Впереди у Иванова чемпионат мира. Это воинский долг каждого мужчины, обязанность. А как без этого? Все служат, и мы послужим. Павел Сухов в этом году выиграл Кубок мира по фехтованию. Впереди еще международные турниры. Но пока его главная тренировка – на плацу. Сейчас вот строевая подготовка была, то есть учились ходить в троем. Потому что сейчас поедем в Сочи, там будем принимать присягу. Нужно выглядеть достойно. То есть наравне со всеми, кто уже, так сказать, служит не в спортроте, а в боевых частях. И если спортивная карьера в армии у чемпионов сложится, то они могут перейти на контрактную службу. А это уже не солдатская зарплата в 2000 рублей в месяц, а 50. Плюс премиальные за медали. Вот мы продолжаем разговор. Перешли уже даже к фитнесу, что сегодня и спорт, конечно, это почетно и хорошо. И даже вот фитнесом молодежь увлекается, что тоже способствует, наверное, какой-то подготовке. Вопросы, Владимир Иванович. Фарух спрашивает. Неграждане Российской Федерации могут служить в России? При получении российского гражданства. Только потом. Вот недавно по Чечне какие-то были новости, что теперь жители... Да, жители Чечни призываются, значит, в свое время как бы... Ну, это Россия, да, а тут вот неграждане. А неграждане только по гражданству России. А вот из Чечни когда будут призываться? Уже призываются из Чечни, да. Да, понятно. Анатолий говорит, раньше армия называлась рабочая-крестьянская, а сегодня как она у нас называется? Потом советская, да, была? Вооруженные силы Российской Федерации. Вот. Так. Еще мы не проговорили про альтернативную службу. Тоже есть такая возможность, да? Есть такая возможность. Скажите, желающих становится больше или меньше? Нет, вот отслеживая, не больше трех-четырех человек за период. И всегда так, да, наверное? Ну, приблизительно вот такая вот цифра. Я не знаю, значит, все-таки, как бы, наверное, ребята более предпочитают военную службу. А так вот три-четыре человека. Как правило... Вот такая возможность есть. Да, вот. Ну, чтобы попасть на альтернативную службу, допустим, кто жил... Ну, вот сейчас четыре человека изъявили желание. Они написали за полгода заявление, потому что заявление пишется. Если мы хотим, допустим, попасть на альтернативную службу, кто осенью призываться будет, 15-го, они уже до 1 апреля должны написать заявление. А, вот это важно знать. Да. А до 1 октября, который 2014 года написали, это вот сейчас они будут с 1 апреля призываться на альтернативную гражданскую службу. Ну, там срок службы. Если в организациях министерства обороны 18 месяцев, если, будем говорить, в гражданских организациях, или федеральных, или региональных, 21 месяц, вот, службы. И, соответственно, прогулы там не учитываются в срок службы. Вот. Отпуск, если, допустим, он обучается заочно, тоже не учитывается, то есть продляется все это. Если он появился, как условно говоря, в нетрезвом состоянии, административно, тоже продляется. Ну, в общем, альтернативная служба, это не так кажется. Да, да, кажется, что ходит он в санитар, да, там, пришел, ушел. Да, тут тоже свои. Не каждому хочется идти. Ну, а есть ребята, которые, как бы, у них такие волонтерские. И еще надо доказать, что ты... Почему, да, на каких основаниях претендуешь? Да, на каких основаниях. Да, ну, настоящая армия, конечно, меняет людей, потому что, вот, говорят, он вернулся из армии другой. Вот я, как мама тоже, призывника, который отслужил, вернулся, тоже могу сказать, что человек меняется. Если до армии там один был, то потом, конечно, в голове появляется много важной и нужной информации, каких-то навыков и так далее. К чему все это я... Знаете, что интересно, после армии, вот, человек меняется, приобщается к военному делу. Есть ли желающие поступить на военную службу, продолжить в этом направлении дальше идти? Можно. Есть такие же? И как? Какие возможности есть? Есть такие желающие. Это контрактные службы. До 35 лет, пожалуйста, на контрактную службу. Ну, значит, в Самарской области есть пункт набора граждан на военную службу по контракту. Телефон, если кому нужен, 332, 39, 37. Начальник этого пункта набора граждан на военную службу по контракту Кельдюшеву Евгений Алексеевич. Можно еще раз повторите, пожалуйста. Наш телефон 332, 39, 37. Начальник пункта набора граждан на военную службу по контракту Кельдюшеву Евгений Алексеевич. По этому телефону, пожалуйста, оформляйте документы. Следующий вопрос от Фаруха. Опять же, в 24 года не служил. Если гражданин не Российской Федерации, после такого, как стал гражданином Российской Федерации, служить это будет обязательно или все же по желанию? Обязательно, конечно. Стал гражданином России в 24 года, до 27 лет все должны пройти. Владимир Иванович, а вы как пришли к военному делу, к военной службе? Вы потомственный военный или первый в вашей семье? Отец у меня был военным. Ну, как правило, традиция, наверное, семейственность, преемственность. Поэтому школа, военное училище, ну и служба. Понятно. А где служили? Служил в нескольких местах. И группа советского, и Германия, и Белорусский военный округ. Понятно. Таких местах. Вот сейчас последний вопрос, который задаю. Очень многих тоже, опять же, опасения. Ну, сейчас не мне вам говорить, какая ситуация у нас складывается и с Украиной, и так далее. Могут ли послать вот новых военнослужащих, призывников, которые только что были, на границу с Украиной, допустим? Что значит на границе с Украиной? У нас везде на границе стоят вооруженные силы. То есть они там могут служить? Но, только не в Украине. Только не в Украине. Здесь официально заявило правительство, и никто никого не послал. Там не было российских войск, нет и не будет. Вот и все. Поэтому здесь вопросов не должно даже быть. Ну, все. Спасибо большое за то, что пришли. Ответили на вопросы. Спасибо и вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин